Здесь большой термальный комплекс есть, называется «Горячий поток». Тая с розеткой кроватка, да? Естественно, чтобы заряжать всю эту гадость гаджетную. Вернуться через турникет уже нельзя, времени всего два часа, цены космические. Что-то ты плохо едешь! Мы пришли посмотреть еще один бассейн, он гораздо холоднее, но плавать в принципе можно. А в жаркую погоду, наверное, наоборот, все бегут сюда. Но сегодня день такой у нас, прям осень-осень напоминает. А тебе какой больше нравится? Ну, горячий, потому что на улице не тепло, так все. Да, на улице сегодня, конечно, погодка дождливая. Там очень долго подниматься, очень долго стоять, и все это холодно. Тая, как всегда, сладенькая, да? Света включился, вечер, и вот такая гирлянда заработает, и она только вечером работает. Красиво, да? Ага. Вчера с польской таможней мы выехали в 12 ночи, и всю ночь я была в дороге, дети выспались. Макдональдсовское утро у нас, как обычно. Вот такую лабикатку взять, и тут еще маски вон у нас стоят. Все, мы сейчас завтракаем и едем в Берлин. 700 с чем-то километров, и у меня такой стресс только что был. Потеряли документы, все паспорта вот в этой папочке, полностью все, провати, паспорт на машину. И реально вот так вот просто меня дергало, у меня была истерика. Я думала, что мы вчера в шафлярах, в термальных источниках оставили все. Знаете, где мы нашли? Я завалилась на самое дно рюкзака, туда, куда я никогда ничего не кладу. Ну, видно, перегребали, что-то искали, и вот так произошло. Я сейчас просто выдохнула. Мы сейчас едем по Польше, и хочется до темноты уже быть в Берлине. Но Польша большая, и пробки в районе Кракова просто какие-то огромные. Смотрите, что делается на мосту. Вот этот мост, мы здесь уже стоим целый час, не можем его проехать. Берлин встретил нас с такой серостью, дождем, непогодой и тучами. Мы остановились у родственников. Большое спасибо им, что приютили нас на пару дней, и мы не искали отель, потому что жилье в Берлине необоснованно дорогое. Вышли на площадку с утра. Опилки, как у нас на даче, покрытие. Давай, давай. Сама? Что, ты не можешь перешагнуть? У них на площадках есть вот такие колонки. У нас бы дети уже все были мокрые, грязные. Спальные районы города такие спокойные. Вот еще смотрю, интересные мансарды сверху. Площадки детские, красивые у них, отличаются от наших. Уточки. Думаю, что у нас есть чем их покормить. Дожди в Германии это довольно частое явление, и, конечно, климат немой. Мы любим все-таки прибрежные морские города. Так, вообще, конечно, они социально защищены. Дисциплина. У них там, да, много человек пришло. Должен ты спорить. А в субботу и воскресенье вечером на набережной танцы. Это классно. Собираются парочки разного возраста абсолютно. Алиса веселится. Таня не пошла с нами, она не по этим делам. Алиса веселится. У нас утро началось вот так. А я не снимаю ваш номер. Я сниму просто, что чуть-чуть меня сзади турнули. Решили вопрос по-быстрому. Полицию не вызывали, 100 евро. Бампер у меня был уже, конечно, треснутый, но он мне еще там лапанул. Но рано или поздно все равно его пришлось бы у меня. И я сейчас в этом уже возле посольства. В визе отказ у нас. Почему? Ну, потому что первый вопрос, который мне задали, был, где ваш брат? Врать нельзя. И я сказала правду, что мой брат живет в Соединенных Штатах много лет, что у нас не очень близкие отношения, и мы практически не общаемся. Но они подумали, что, видимо, со своими детьми я хочу, сейчас не хочу сказать плохим матерным словом, уехать туда на ПМЖ. Спрашивали про мужа, почему муж с вами не едет. Я говорю, как он может поехать? У нас война. И мужчины до 60 лет не могут покидать территорию страны. Естественно, нет. А детей беру с собой, потому что боюсь их там оставлять. Время бомбежек. Это я уже выдохнула. Сначала, конечно, я вышла в не очень хорошем состоянии, потому что я понимаю, что еще пройдет неизвестно сколько времени, пока я увижу своего ребенка. Что я все еще очень много месяцев не увижу. И это печально. Будем надеяться, что она сделает какой-то travel документ, и ее выпустят, чтобы она смогла приехать в любую европейскую страну. И я со мной приеду. А еще мне машину же ударили с утра. А еще мне сон приснился сегодня под утро, что ударят мне машину и откажут в визе. И я этот сон попыталась выкинуть. И вообще о нем забыла, когда вышла из дома. Ну, вспомнила уже, когда сзади был бабах. Так. Ладно, все. Выдохнули. Посмотрим Берлин. Мы еще два дня. Мы же должны все-таки что-то тут увидеть красивое. Завтра, кстати, в классное место. Едем, покажу вам его. Это бассейны. На реке прям бассейн расположен. Просто отдохнем и будем ехать домой. Мне понадобилось несколько часов, чтобы взять себя в руки и отпустить ситуацию. Быть в Берлине и не увидеть город – это глупо. Поэтому сегодня и завтра мы будем много гулять, смотреть достопримечательности и красивые места. И просто отвлекаться. Мы сейчас в центре Берлина. И наш осмотр города мы решили начать на лодочке. Мы купили билеты, билеты покупали онлайн. И это будет часовая морская, точнее, речная прогулка по реке Шпрея вокруг города. И мы увидим все достопримечательности Берлина со стороны воды. Это знаменитое здание Рейхстага. Здесь на пристани можно купить этот билет взрослый за 29 евро, а детский за 19. Мы брали в интернете, и это вышло в два раза дешевле. Шарик лопнул у Алисы. 10 евро детский и 20 евро взрослый. Алиса, ну не ломай. Сейчас выломаешь, Алиса, и здесь уже что-то. Все сломано вокруг тебя. Не, она правда сейчас... Мы ждем посадки. Вот тут люди уже собираются. Наша прогулка на речном трамвайчике началась. Мы под мост заплываем, Алис. Говорят, что в Берлине музеев больше, чем дождливых дней в году. Их 180. И государственные музеи можно посещать бесплатно по четвергам с 16 до 20.00. В Берлине 916 мостов. Это в два раза больше, чем в Венеции. А еще Берлин в 9 раз больше Парижа. Упадет. Забирай бутылку. Закрыть? Да. Берлин второй по количеству жителей город ЕС. Первый Лондон. Каждый второй житель Берлина одинок. А каждый четвертый житель Берлина коренной берлинец. За один день весь транспорт Берлина проезжает расстояние в 8,5 раз превышающее диаметр земного шара. Представляете? Берлин часто называют Афинами на Шпрее, в честь реки, на берегу которой он расположен. Сейчас мы проплываем в музейный остров, где расположено целое созвездие знаменитых берлинских музеев. С 1999 года этот архитектурный ансамбль включен во всемирное наследие ЮНЕСКО. Самое высокое строение в Германии – это телевизионная башня на Александрплац. Ее высота – 368 метров. В 1924 году в Берлине был установлен первый светофор в Европе. Его копия находится на Потсдамской площади и сегодня. Наш круиз речной подходит к концу 40 минут, 20 минут в одну сторону и 20 минут в обратную сторону. Музыка. что это такое что с этим будем делать это ужас ты чистюлька уже до руки вытирай позади нас находится знаменитое здание рейхстага и я сейчас расскажу почему мы туда не попали в куполе рейхстага находится знаменитая смотровая площадка конечно же мы захотели там побывать но когда я зашла на сайт чтобы купить билет оказалось что ближайшие свободные даты аж через 10 дней у нас столько времени нет и очень жаль что мы не догадались сделать это все заранее это предыдембургские ворота самая главная достопримечательность берлине одни из 18 ворот и единственный сохранившийся ворота изначально это был въезд в город с этими воротами связаны исторические события окончание наполеоновских войн и возвращение прусских войск после взятия парижа в 1814 году через бранденбург в берлин а сейчас мы по прозвитая и идем в старбокс это по модному не создаток фоткаться чтоб лица не было чтоб один стаканчик в берлине огромное количество экскурсионных автобусов можно купить билет в интернете и также на остановках но мы сейчас находимся на одной из самых главных улиц берлина Мунтерден Линден и она названа так потому что она вся засажена липами и в принципе она выходит напрямую к бранденбургским воротам мы идем выбирать тарелочку на кухню заходи машенька у тебя этих мишек дом дома полная кровать или разорение не купить невозможно большой миша алиса купила себе маленького мишу с надписью берлин а здесь мы надолго тайна любимое занятие брендовые магазины меня штрафуют если туда залезешь сегодня я встала в 4 утра был очень тяжелый день и утро как вы знаете и конечно по центру города мы уже прошли достаточно будем потихонечку двигать домой но я вам еще не сказала что в рейхстаг все таки попасть можно здесь вот через дорогу от него есть вот такая будочка видите очередь и здесь онлайн запись и вы можете подгадать даты какие-то и записаться на свободное время и попасть в этот купол вот так